Здравствуйте! Вы смотрите главные новости на Первом областном студии Олег Рудаков в начале выпуска. Коротко о главном. Ковид не отступает. За минувшие сутки более полутора сотен заболевших. В выходные дни болезнь унесла жизни пятерых орловчан. Создалась угроза перехода пожара через секционные переходы на соседние фермы. Жаркая пятница. В Дмитровском районе пожарные три часа тушили огромный свинокомплекс. Ни одно животное не пострадало. Чуткая. Заботливая. Она очень понимающая. Орловский делегат Первого Всероссийского съезда классных руководителей. Кто она лучшая из лучших, представляющая нашу область? Тургенев сыграл огромную роль в жизни поэта, по сути, открыв ему дорогу в литературу. Как встретились Ифанасий Афанасьевич и Иван Сергеевич. Спаском Лутовиново показали историю дружбы Фета и Тургенева. Выставка посвящена двухсотлетию поэта. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Орловчанка Татьяна Белых, воспитывающая двух детей, один из которых тяжело больной, получила обещанную государством квартиру. Телеканал «Первый областной» следил за тем, как в течение полутора лет женщина боролась за свои права с администрацией Ливин. Помогали ей всем миром. Сразу несколько организаций, объединенных в недавно созданный социальный кластер, представляли интересы Татьяны в суде. И сейчас, накануне новоселья, множество добровольцев помогают женщине обустроить долгожданное жилье. Карина Лаврушина посетила новую квартиру в семье Белых. Мать-одиночка с тяжело больным ребенком наконец-то получила ключ от долгожданной квартиры. Мы уже рассказывали про ситуацию в семье Белых, где Татьяна одна воспитывает двух дочек, старший из которых тяжело больной, лежачий ребенок. И здесь мы уже видим пандус в подъезде, что будет очень сподручно Татьяне. А сейчас мы решили ее навестить и поздравить с новосельем. С первого взгляда видно, что квартира достаточно просторная, ее метраж более 45 квадратных метров. И это действительно больше предыдущей квартиры Татьяны, которую она снимала. Кстати, а вот и Татьяна, и Светлана здесь же. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте, чем вы занимаетесь? Обсуждаем обои. Мою новую квартиру, ремонт. Раньше тут были темные обои. Решили мы... Нет, мне не понравились. Решили переклеить. Теперь сделали посветлее. Да, будет. Светлана, наверное, я помогала вам с выбором обоев, правильно? С выбором нет. Это выбор Татьяны, но мы помогаем другим. Мы помогаем клеить. Сестры Милосердия подключились и в этом деле. Помимо этого, участники социального кластера помогли Татьяне через проведение сбора оплатить последний месяц проживания ее на съемной квартире. Я думаю, что это месяц действительно будет последний, потому что впереди у нее переезд. Ну и, конечно, все эти месяцы мы сопровождали ее, когда она... Во время судов. И когда она получала квартиру. Спасибо, Светлана. Татьяна. Все-таки интересно для двух сестричек, где же будет детская. Пошли, я тебе покажу. Так, тут у нас стоит дверь новая. Мы на днях ее поставим. Так как скоро у нас намечается переезд, это будет к Новому году. Надеемся, что уже будем Новый год встречать в этой квартире. Это будет... Это детская. Тут будет спать с этой стороны София. Смотрю, маленькая. Даже палатку поставила. Уже обосновалась, выбрала себе место. Да, маленькая тут была. Тут будут ее игрушки. В этой палатке будет играться. С другой стороны комнаты будет находиться Катя. Поставим ей тумбочку, чтобы были ее все вещи. Ну, и ее. Кроватку рядом. Чтобы было удобно. Обои тут лежат. Это будут комнаты приклеивать. Обои это у нас в соседней комнате в зале. Клеят обои с сестрами милосердия. Помочь, наверное, надо отнести. Давайте. Уже из детской слышно, как в зале ремонт идет полным ходом. Тут, как и говорила Светлана, помогают сестры милосердия и волонтеры. Валентина нам расскажет, здравствуйте, какие работы тут производят и кто. Здравствуйте. Света Елизаветинская сестричество помогает Татьяне Белых с ремонтом. Потому что администрация города выделила в преддверии Нового года ей квартиру. Мы очень рады за Танюшу и ее дочь Катюшу. Потому что долго им пришлось терпеть неудобства. Терпеть неудобства. Но, наконец-то, после обращения в семейную варде, в семейно-приемную варде регионального отделения, девочки выделили квартиру. И теперь мы надеемся, что Новый год они встретят в замечательных условиях. Порадуемся за Татьяну. И действительно, квартиру подбирали специально под нее и под Катю. Тут пол без плентусов. Очень удобно будет катать ребенка. И сама квартира находится на первом этаже. Это будет очень удобно для Татьяны и для Кати. Карина Лаврушина, Андрей Погосян, телеканал Первый областной. Серьезное ДТП случилось в заводском районе Орла вечером пятницы. На перекрестке Комсомольска и Карачевского переулка столкнулись легковая иномарка и отечественный внедорожник. Пострадала пассажирка одной из машин. На месте работал наш спецскор Иван Суверин. Дорогу у остановки Трансмашни поделили трехдверная Нива и Ситроен с логотипами такси. Водитель иномарки все еще растерян и с трудом подбирает слова. Машина за миллионы разбита в дребезги. Повернул прям, я ему заехал, бомб. С какими последствиями для вас конкретно? Для меня в машине разбито в семье, да? Разбито в семье. А вот российский внедорожник хоть и понес при столкновении меньшие потери, не смог защитить свою пассажирку от телесных повреждений. Водитель Нивы свою вину в ДТП отрицать не стал и пояснил. Запутался в дорожной обстановке. Поскольку в показаниях обоих участников происшествия не было противоречий, инспекторы получили вполне однозначную фабулу ДТП. Водитель автомобиля Нива двигался по улице Комсомольской со стороны автовокзала в сторону переулок Карачевский города Орла. И при повороте налево на переулок Карачевский не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Ситроен, который двигался в остричном направлении. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля Нива. И коррец из скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение. При этом сотрудники ГИБДД отметили, аварии со сходным сценарием происходят здесь пугающим постоянством. Поворот налево и разворот. Таковы предпосылки практически всех ДТП на перекрестке улицы Комсомольской и Карачевского переулка. Это, говорят инспекторы, повод для Орловской мэрии призадуматься над реорганизацией светофорного объекта и, возможно, установить здесь дополнительные стрелки. А пока полицейские советуют автомобилистам проявить бдительность при проезде перекрестка. А ведь ДТП – серьезная неприятность для любого водителя, независимо от того, прав он или виноват. Иван Суверин, телеканал Первый областной. Конец недели не обошелся без происшествий по линии МЧС. Вечером пятницы пожарным пришлось ликвидировать масштабное возгорание в селе Девятина Дмитровского района. Горел свинокомплекс. Пожар возник в седьмом часу вечера и только к половине десятого огнеборцам удалось локализовать очаг возгорания. Площадь пожара превысила 5000 квадратных метров. Создалась угроза перехода пожара через секционные переходы на соседние фермы. Для ликвидации пожара было принято решение о разборе данных секций. Работа пожарных подразделений на данном пожаре на первоначальном этапе ослаждалась наличием электроснабжения на данном объекте в 380 вольт. В воскресенье на Орловщине зарегистрирован первый с начала ледостава несчастный случай на водоеме со смертельным исходом. Как сообщили в центре ГИМС, трагедию трудно считать случайностью. Толщина покрова на водоемах области не превышает 3 сантиметров и выход на лед сейчас сродни самоубийству. Вчера у нас погиб молодой человек 1990 года рождения в Болховском районе. Вышел на рыбалку на неокрепший лед. 9 выздоровевших на 162 заболевших за последние сутки. Негативная динамика распространения ковид-19 в нашей области пока сохраняется. В воскресенье в связи с выходным количество выписок из больниц было меньшим, чем число новых случаев инфицирования. На 20 орловчан, поборовших недуг, пришлось 158 зараженных. Двое скончались. Больше выписок пришлось на субботу 273. Новых случаев подтвержденного коронавируса выявили 152. Трое орловчан не смогли побороть болезнь. Ну а медикам, спасающим жизни на передовой, вручили почетные грамоты от президента страны. Награждение прошло в администрации региона. Семь сотрудников медучреждений были отмечены за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность при исполнении профессионального долга. Мы чествуем всех врачей, всех, кто на передовой сегодня находится. Буквально сегодня с утра давали сводку по здравоохранению, по увеличению количества вызовов скорой помощи, по результатам отработки. Мы понимаем, что каждый пациент – это не просто пациент, это человеческая жизнь, которую нужно спасать. И врачи действительно здесь выполняют крайне непростую и очень ответственную задачу. Помимо медиков, благодарностями правительства страны и региона в этот день отмечены представители культурной, социальной и промышленной сфер. Почетную грамоту губернатора Орловской области вручили также руководителям архи-студии «Хэтс Групп». Именно там разработан проект будущего преображения Парка Победы и Дворянского гнезда в Орле, который и победил во всероссийском конкурсе. Старались довольно аккуратно вмешиваться в существующие природные ландшафты, использовать в основном пустые пространства, которые естественным образом образованы. И насыщать их функциями дополнительными. И большое внимание уделили устойчивости самого парка, внедрению какого-то бизнеса туда, чтобы эксплуатация парка в дальнейшем могла сама себя окупать. В столице стартует первый всероссийский съезд классных руководителей. На нем лучшие учителя страны будут обмениваться опытом, обсуждать проблемы работы с классами, вырабатывать инновационные стратегии педагогики. Орловскую область представляет учитель русского языка и литературы, лицея номер 40 Светлана Лукашевич. Наш корреспондент Анастасия Гришина встретилась с делегатом будущего съезда. Так случилось, в школу попала и оттуда не ушла. Светлана Лукашевич – одна из тех, кого долгие годы помнит и порой называют второй мамой. Более 20 лет она живет в школе и носит гордое звание классного руководителя. Мне кажется, я неплохой классный руководитель, ну потому что к каждому из детей я отношусь как к своему. И при возможности, вернее при необходимости я всегда стану на его защиту, на защиту ребенка. Не важно, даже я сейчас, может быть, скажу какую-то неправильную вещь, не важно даже, что если он виноват. Но если это мой ребенок, я все равно буду пытаться его защитить. За эти годы чего только не было. И переход в другую школу, и появление того самого статуса – классный руководитель. И участие в конкурсе «Учитель года». И вот теперь впереди Москва. Я активный участник очень многих профессиональных конкурсов. Ну, например, в 2014 году я стала победителем конкурса «Классных руководителей. Сердце отдают детям». В 2005 году лауреат конкурса «Учитель года», член общественного движения «Учительского единства» и даже пою в школьной группе «Экспромт вокальный». Сейчас под ее крылом несколько десятков учеников лучшего по ее словам восьмого класса. Именно они рассказали нам, какой же она человек – Светлана Лукашевич. Чуткая. Заботливая. Она очень понимающая. Отзывчивая. Харизматичная. Начитанная. Учитывая набор качеств, о которых нам рассказали подопечные Светланы Анатольевны, выбор представителя Орловской делегации первого Всероссийского съезда классных руководителей был очевиден. Анастасия Гришина, Влад Кольцов, телеканал «Первый областной». В Орловском МФЦ появилась криптобиокабина. С ее помощью станет проще оформить новый заграничный паспорт сроком на 10 лет. Тут можно сделать отпечатки пальцев и оформить необходимые бумаги. Воспользоваться услугой можно будет со следующего года. Кроме того, в 2021-м в Орле откроется новый офис многофункционального центра. Он будет работать в заводском районе. Проект комплексный. Реализуем мы его вместе с корпорацией ТМК «Грин». Собственно, сам новый отдел будет открыт на площадях корпорации. На сегодняшний день проведены уже подготовительные работы большие. Составлен проект этого отдела. Отдел будет на 12 окон. Это хороший объем, который позволит существенно улучшить качество предоставления услуг жителям города Орла. Всего на территории Орловской области функционируют 25 подразделений МФЦ и 67 офисов. Формат работы центров изменился из-за коронавируса. Люди к нам записываются через сайт, по многоканальному телефону. Мы увеличили количество операторов. Выдачу документов, справки ЕГРН, часть справок мы фактически выдаем без режима предварительной записи. До конца года безработные родители могут оформить выплату на детей от 3 до 7 лет. При этом подтверждать статус безработного документально не нужно. Как пояснили в департаменте соцзащиты, специалисты сами определят это при расчете среднедушевого дохода семьи. Право на выплату имеют семьи, в которых размер такого дохода не превышает 10 362 рублей. Мы напоминаем о том, что на текущий год в связи с антиковидными мероприятиями гражданам, которые стали безработными в этот сложный период, предусмотрено такое право, что их доход от трудовой деятельности за предыдущий период, если они в текущем году стали безработными, не будет учитываться. То есть это именно мера такая антикризисная, и она будет действовать лишь до 31 декабря текущего года. Подать заявление можно в учреждениях соцзащиты через портал госуслуг, в МФЦ, а также отправив его по почте с подтверждением факта и даты оплаты. На данный момент величина выплаты равняется 5158 рублям. Такой мерой поддержки в регионе уже воспользовались 502 семьи. В этом году 148 работников культуры Орловской области повысили свою квалификацию. Это стало возможным в рамках проекта «Творческие люди», новость сообщил портал областной администрации. Обучение орловских специалистов проходило в известных не только в России, но и во всем мире заведениях, в их числе Академия русского балета имени Вагановой, Всероссийский государственный институт искусств кинематографии имени Герасимова, Московская государственная академия хореографии и ряд других. Отмечу, в прошлом году такое обучение прошли 80 человек. В планах на 2021-229. Прием заявок уже идет. В Спасском встретились Фетт и Тургенев. Увидимся и больше потолкуем. Так называется выставка, открытая Спаск Молотовинова при содействии Орловского литературного музея. Приурочена она к 200-летию поэта. Организаторы решили показать Афанасия Афанасьевича с новой стороны, через призму его отношений с хозяином усадьбы Иваном Сергеевичем. Что из этого получилось, расскажем сейчас. Вы знаете, что я люблю вас искренне, несмотря на ваш талант заставлять меня перхать кровью. Именно так говорил Иван Сергеевич Тургенев о своем друге Афанасии Фете. Отношения между двумя великими литературными деятелями были весьма специфичными. Дружба-вражда. Именно так называл их сам Иван Тургенев. В их общении полно дружеского потрунивания. В их письмах взаимный интерес не уступает взаимной критике. Тургенев сыграл огромную роль в жизни поэта, по сути, открыв ему дорогу в литературу. И всегда очень живо реагировал на все изменения в жизни и судьбе Фета. И в своих письмах, цитаты из которых вы можете увидеть здесь на выставке, они когда-то где-то шутливые и добрые, а где-то острые и язвительные. Особое место как в жизни Фета и Тургенева, так и на выставке выделено охоте. Эта страсть была основной взаимной точкой притяжения литераторов. Для посетителей представлены уникальные экспонаты, например, ружье хозяина Спаскова и карта Орловской губернии с охотничьим маршрутом Фета и Тургенева. Во время процесса работы над созданием выставки мы решили отойти от классических канонов построения экспозиции и немножко уйти от некоторой музейной сухости и академичности. Хотелось создать обратную связь с посетителями. Поэтому, к примеру, нами была придумана театическая игра. Фет однажды сказал, что его жизнь – это самый сложный роман. Фрагменты этого произведения представлены здесь. Экспозиция будет работать до 10 января 2021 года. Карина Лаврушина, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 104 в FM-диапазоне. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Уже знакомая многим орловчанам ярмарка «Икра и рыба Камчатки» снова в Орле. Приобрести деликатесы для новогодних блюд можно с 7 декабря за домом быта в районе Цума. На прилавках представлено более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения. Для копчения используют только свежую, незамороженную рыбу, что позволяет сохранить максимум полезных веществ, среди которых самыми ценными являются омега-3 и омега-6. Полезными свойствами обладает и икра. Кстати, состав классический. Только икра и соль – этот вкусный и натуральный продукт – займет почетное место на праздничном столе. Особой популярностью у покупателей пользуется королева лососевых – чавыча. Она не менее богата на минералы и витамины. «Чавычу я брала уже несколько раз. Превосходная рыба. Она и мягенькая, и жирненькая». «Очень нравится, очень вкусно. В тот раз брала белорыбец. Тоже нормальные, хорошие. Чавыча, белоноица, кальмар покупала, икру. Пока все хорошо. Решили вот прийти, посмотреть, купили, попробуем. Если понравится, придем еще раз». Постоянные покупатели уже давно знают о преимуществах натуральных морепродуктов. Издавна известно о пользе рыбных блюд для детей, спортсменов, людей пожилого возраста и беременных женщин. К примеру, в составе мяса белорыбецы большое содержание ценнейшего витамина ПП. Также в его состав входят такие вещества, как фтор, цинк, никель, хром и молибден. «Понравилось. Первый раз взяла, понравилось. И вот теперь ее беру все время». «Покупаю здесь третий год. Я покупаю потому, что все-таки считаю, что здесь она более свежая, чем на рынке и в магазине». Возможность оценить деликатесное разнообразие Камчатки есть у всех орловчан в течение всей недели до 13 декабря. Крупным планом и под увеличительным стеклом люди в программе «Персона». Они придут и об их проектах узнает город, область и Ютьюб. Они полюбили искусство в себе, а мы полюбили их. Как им удалось и чего это стоило, они расскажут. Возможность и интерес. Да. Во вторник и в пятницу. Сразу после главных новостей. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в Сберегательном Союзе. Надежно. Выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067. С 7 по 13 декабря долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чабыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. Дом быта. Вход со двора. Со 2 по 13 декабря в ДКЖД. Выставка курток, пуховиков, пальто. Все по оптовым ценам. Роспотребнадзор предупреждает. Обязательное ношение масок снижает риск распространения коронавирусной инфекции и тяжесть течения заболевания в случае заражения. Будьте ответственны. Соблюдайте масочный режим. Жаль, в свое время на парикмахера не выучилась. А теперь уже поздно. На пенсию скоро. Ты и так у нас мастер. А корочки-то нет. А без корочки меня ни в одну парикмахерскую на работу не возьмут. Так иди в центр занятости, получишь профессию бесплатно. Соседка моя выучилась на кадровика и работает в отделе кадров. Приглашаем граждан предпенсионного возраста на обучение. Более 150 образовательных программ. Телефон в Орле 550840. Счастливы в браке? Сохраните свою семью. Сдайте бесплатно тест на ВИЧ. Ну что же, мы начинаем. С добрым утром, дорогие друзья, товарищи. В эфире первое Орловское МВ-радио 100 и 4 в Орле. И сегодня также не обойдется без нашей любивейшей музыки. Музыки для думающих людей. В ближайшее время нас ждут ACDC, Дельфин, Кофешоп, Майкл Джексон, Франц Фетт, Гранд Унтервуд, Дорстрейс и многое-многое другое. Но только то, что любим именно мы и вы. Экспресс-радио. Радио Орел. 100 и 4 ФМ. Здравствуйте. Вы смотрите прогноз погоды на Первом областном. С вами Екатерина Ясная. 8 декабря отмечается Всемирный день художника. Молодому празднику всего 13 лет. А еще Всемирный день климата и хорового пения. Кстати, о климате. Зима заявляет свои права. Но пока лишь легким морозом без снега. И к прогнозу. Вторник подарит жителям Мценска солнечный и сухой день. Температура 2 градуса мороза. Ночью минус 5. В Ливанах тоже удивительно солнечно, без осадков. Минус 2 ночью, 6 мороза. Жители Болхова погоды не удивят разнообразием. Солнечно, без снега, минус 2 ночью. Столбит термометр опустится до минус 5 градусов. В Орле тоже солнечно, пока без осадков. Днем, как и по области, минус 2. Ночью похолодает до минус 5. Ветер юго-восточный 7,9 метров в секунду. Высокое атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. Такие сюрпризы приготовила погода. А Первый областной всегда с вами. Партнер программы – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 7,65% годовых. Все сбережения застрахованы. Пусть погода принесет новогоднее настроение побыстрее. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно. Выгодно. Ставка 7,65% годовых. Звоните 22 2067.